Продолжение следует... Итак, мы сегодня разберем особенности диуретической терапии, болезнь с хронической сердечной недостаточностью и при ее декомпенсации. Тема достаточно, с одной стороны, вроде понятно, задержка жидкости на диуретике, но с другой стороны, есть очень много тонкостей, и о которых практикующий врач должен знать. Итак, сердечная недостаточность – это такое состояние, конечно, порой поставить диагноз сердечной недостаточности – это хуже, чем поставить онкологическое заболевание, потому что однозначно плохой прогноз. И вот если с небольшими клиническими проявлениями, то риск смерти развивается в 50% пациентов в году, если же выражены симптомы, то 30-40%. И основными симптомами или клиническими проявлениями являются одышка, общая утомляемость и синдром задержки жидкости. Пожалуйста, следующее слово. А отечный синдром при хронической сердечной недостаточности, патогенез достаточно сложный, и здесь участвует много нейрогормональных механизмов. И вот в ответ на снижение сердечного выброса сразу же активизируется цепатоадреналовая система с выбросом катакуламинов, ренино-ангиотензиновая, альдостероновая система с образованием ангиотензин-2 мощного вазоконстриктора и альдостерона, вызывающий фиброз. На этом фоне повышается секреция антидиуретического гормона, повышается почечная реабсорбция натрия воды, увеличивается вазоконстрикция, нарастает гипоксия ткани, гипергидротация, повышается уровень венозного давления. Это способствует повышению гидростатического давления, снижается анкотическое давление крови и повышается сосудистая проницаемость, и на фоне нарушения лимфооттока начинают прогрессировать отеки. При хронической сердечной недостаточности две проблемы в ведении больных с ССН – это чтобы было меньше повторной госпитализации и чтобы не вызывались моменты декомпенсации и развития смерти. И поводом для госпитализации в целом является у большинства больных это увеличение отеков почти 60%. Прогрессирует асцит, аносарка у каждого пятого пациента, развивается отек легких при декомпенсации почти в 19%. И это служит поступлением в стационар. Классификация сердечной недостаточности у нас комплексная. И в диагноз, когда мы пишем про ХСН, то пишем, что именно касается когда ХСН. Например, ЭБС, постинфарктный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность, указываем тяжесть заболевания, а именно какой там легкой степень, вторая А, вторая Б, третья степень, уже терминальные. Дальше мы должны указать фракцию выброса левого желудочка. И дальше мы указываем функциональный класс этой недостаточности. В тесте с 6-минутной ходьбой определяем толерантность к физической нагрузке. Ну вот, международный такой подход, это оценка фенотипов по уровню фракции выброса левого желудочка. Если фракция выброса менее 40%, считается низкой фракцией. Прогноз достаточно серьезный. Умеренно сниженная фракция выброса ранее в предыдущих рекомендациях европейских и отечественных, это звучало как промежуточная фракция выброса от 40 до 49%. И сохранная фракция выброса, когда фракция выброса более 50%. И фактически доказательная база, достаточно хорошая и имеет высокий уровень доказательности и высокий класс 1А, это терапия больных с низкой фракцией выброса. И с целью снижения смертности для всех больных рекомендуется назначать следующую группу препаратов. Это блокаторы ренина-аньютензина-достеронной системы, к которым относят ингибиторы АПФ или сартаны, их называют еще блокаторы оттягивания рецепторов, или блокаторы аньютензина-2, или же арни, новая комбинация с акобутрилосфальсартаном под названием гиперио, и бета-блокаторы. Следующим составляющим является назначение антагонистов минерал-кортикоидах рецепторов. И далее в новых рекомендациях уже звучит, что необходимо в базисную терапию больных с недостаточностью к обращению со сниженных фракцией выброса включать так называемые ингибиторы натрия-глюкозного код-транспортера второго типа. То есть этот препарат, он применялся раньше при лечении больных с сахарным диабетом. Но оказалось, у пациентов с ХСН, с сахарным диабетом, без сахарного диабета, назначение этих препаратов приводит к увеличению продолжительности жизни, смертность уменьшается. И поэтому его ввели обязательным в лечение больных в базисную терапию с низкой фракцией выброса. Но с целью снижения госпитализации всей сердечной недостаточности, по показаниям, у больных с объемной перегрузкой назначают диуретики. Они не являются главной составляющей в терапии, но тем не менее без них никак не обойтись. Если появляется синдром задержки жидкости, мы обязательно назначаем диуретики. И надо помнить, что для улучшения симптомов сердечной недостаточности назначаются диуретики, они повышают физическую активность у лиц с признаками задержки жидкости. Задержка жидкости в организме, развитие отечных синдромов, является типичным проявлением ХСН, начиная со второго функционального класса. И поэтому дегидратационная терапия представляет собой одну из важных составляющих успешного лечения ХСН. Но всегда подчеркивается в рекомендациях отечественных, зарубежных, что не рекомендуется необдуманно проводить дегидратацию. У диуретиков есть положительные и отрицательные моменты. Диуретики не относятся к патогенетической терапии, но они не просто необходимы. Так как устраняют признаки задержки жидкости, особенно при острой декомпенсации сердечной недостаточности. К положительным моментам относят улучшение симптомов недостаточности кровообращения, объемная разгрузка, к отрицательным активируются нейрогормоны, развивается электролитный дисбаланс. И всегда надо помнить, важно, что если назначили диуретики, то нужно, чтобы пациент обязательно принимал блокады ренино-ангиотензина-альдостеронного системы. Потому что диуретики, вызывая натриорез, приводят к тому, что местный раз в почках она активируется с выбросом ангиотензина-2. И вот этот ангиотензин-2, конечно, вызывает вазоконстрикцию и все отрицательные моменты в почечной циркуляции. Поэтому диуретики, которые приводят к этому повышению, и на этом же фоне, на фоне повышенного ангиотензин-2, лучше работает и ангиотензин-2, и ангиотензин-2. В основном основываются на медицинских наблюдениях. Много исследований не проводилось, единичные исследования. И носят не столь доказательный характер, как для пациентов с низкой фракцией выпусков. Но, тем не менее, рекомендуется в последних рекомендациях европейских, американских, рекомендации общества сердечной достаточности и российского Минздрава заражения уже 22-го года, что рекомендует назначать при сохранной фракции выпусков. Конечно, в первую очередь, контроль АД. Вот этот контроль АД позволяет здесь назначить те препараты, которые применяются для контроля. Это бета-блокаторы, ингибиторы опять-таки и сортаны, группа арнии и, конечно, диуретики для облегчения симптомов. Если же стенокардия, то на фоне оптимальной медикаментозной терапии проводится коронарная ревоскалиризация, проводится терапия фибрилляции предсердия для коррекции нарушений ритма и числа сердечных сокращений. Опять же, назначается ингибитор натрия глюкоза транспортера второго типа и антагонисты минерал-кортикоидных рецепторов. Диктуется, что они могут быть рассмотрены для снижения госпитализации у больных с фракции выборца больше 45% при повышении натриуретического пептида и если госпитализация по причине сердечной недостаточности имела ли место в течение года. Ведь ни одного нет 1А уровня доказательности, но тем не менее, эти рекомендации у нас есть на вооружении. Пожалуйста, дальше. Вопрос, как вести больных с правожелудочкой недостаточностью. Это, как только не называют это, и это золушка в кардиологии, то есть имеются пробелы в доказательной медицине. Если низкая фракция изучена, обласканная и имеются четкие доказательства, то при правожелудочке недостаточности, потому что она наносит чаще всего сохранные фракции выборца левого желудочка, то есть левого желудочка здоровая, страдает правоотделой. Поэтому и как вести? Есть ли выход из этой ситуации? Мы с вами сейчас разберем. Одной из составляющих правожелудочкой недостаточности это легочное сердце, которое характеризуется как патологическое состояние, характеризующееся дилетацией или гипертрофией, а затем и недостаточностью правого желудочка сердца вследствие артериальной легочной гипертензии. Хроническое легочное сердце является одной из важных проблем современной медицины. Это обусловлено возрастающей частотой развития хронической абструктивной болезни легких. Все заболевания уменьшаются, абструктивная болезнь легких растет, смертность растет по некоторым регионам, уже с третьим местом занимает по заболеваниям. И старение популяции в целом, которые тоже приводят в дальнейшем к развитию хоб. В связи с этим, своевременное выявление признаков хронического легочного сердца имеет большое значение для оценки состояния больного, выбора адекватной терапии. И главное, что нам, таким больным, нужно улучшить прогноз, то есть продолжить продолжительность жизни, ну и естественно и качество жизни. Хроническое легочное сердце выделяет следующую форму. Васкулярная форма развивается при первичной легочной гипертензии, тромбоэмболии в системе легочной артерии, на фоне воскулитов, атеросклерозе легочной артерии, сдавлении ствола легочной артерии и легочных вен, чаще всего опухолем и средостемием, и аневризма аорты. Следующая форма бронхолегочная. Это диффузное поражение бронхов и легочной паренхимии при хроническо-абструктивной болезни лёгких, тяжёлом течении бронхиальной астме, бронхиолите, эмфиземе лёгких, диффузном пневмосклерозе, пневофиброзах лёгких, в исходе неспецифических пониманий, туберкулёзе лёгких, гневмакониозе, сарковидозе, синдрома Хавана-Рича, антифузном фиброзирующем альвеолите, и рестриктивных процессах, фиброзах и грануломатозах. Третья форма, торакодиафрагмальны, когда имеет место развитие нарушений вентиляции и кровотока в лёгких, вследствие деформации грудной клетки. Это может быть кифосколиозы, патология плевры, диафрагмы при торкопластике, массивном фибротораксе, болезни в Ехтере, синдроме Пиквака и ночного апноэ. То есть хроническое лёгочное сердце, это достаточно много причин, которые приводят к этому состоянию. Николай Романович Полеев предлагает классификацию лёгочной гипертензии при хронических, несописофических заболеваниях лёгких. То есть то, что встречается в нашей практике. Тоже выделяется первая стадия, доклиническая, это транзиторная лёгочная гипертензия, которая выявляется только при инструментальном исследовании и постоянных симптомов не имеет. Вторая стадия, признаки гипертрофии правого желудочка, уже имеет место. Стабильная лёгочная гипертензия при отсутствии ещё недостаточности кровообращения. Мы пишем, если в диагностях хроническая лёгочность сердца в стадии субкомпенсации. А вот третья стадия, это стадия декомпенсации, когда появляются симптомы недостаточности правого желудочка, то есть имеет место развитие отёков по большому кровообращению, когда увеличена печень, отёки нижних конечностей, появляется асцит, все признаки уже декомпенсации лёгочного сердца. Клиническая картина лёгочного сердца зависит от патологии, вызвавшей лёгочную гипертензию. Симптомы и признаки у больных с хроническими респираторными заболеваниями характеризуются довольно низкой чувствительностью, что связано с картиной основного заболевания, что и имеет место в нашей практике. Начальное проявление обычно возникает при физической нагрузке. Характерной жалобой является отдышка. Вначале при физической нагрузке. Пациент, ну что, я курильщик, конечно, вот у меня там плохо дышать, и поэтому вот при нагрузке тяжеловато. А затем появляется уже и в покое. Она имеет экспираторный характер или смешанный. Длительный течение лёгочного заболевания уже притупляет внимание больного и заставляет обратиться к врачу тогда, когда отдышка появляется при лёгкой физической нагрузке или в покое. То есть есть уже признаки права желудочной недостаточности. Тогда уже наличие хронического лёгочного сердца бесспорно. Пожалуйста, следующий слайд. Признаками декомпенсации хронического лёгочного сердца являются следующие симптомы. Это тахикардия даже в покое, болевой синдром в грудной клетке, акроцианоз, периферические отёки, лабухайные шейных вен, сохраняющиеся на вдохе или симптом пляша, когда на увеличенной печени в горизонтальном положении надавливают пациенту ладонью, то увеличивается геноегуляриз. Увеличение печени и развитие сердечных аритмий, которые ещё больше декомпенсируют лёгочное сердце. Клинические варианты. Тоже особые такие моменты, от которых тоже нужно знать, потому что не только страдает развивается одышка, но есть и другие симптомы. Итак, первый вариант это респираторный ведущий признак одышка, удушье, цианоз, хрип увлёгких, кашель. Такой очевидный компонент лёгочной патологии. Второй церебральный, как я знаю, на фоне гипоксии и гиперкапнии, развивается повышенная проницаемость сосудов головного мозга, образуется небольшое полососудистое кровоизлияние, отёк мозга и развивается энцефалопатия. Она может проявляться возбудимостью, агрессивностью, сонливостью, вялостью, апатией, голокружениями, интенсивные голодные боли по утрам. Могут наблюдаться в тяжёлых ситуациях эпизоды с потерей сознания с удовольгами. При выраженной декомпенсации лёгочных сердцев отмечается снижение интеллекта. Третий вариант ангенозный, протекающий по типу лёгочной грудной жарпы. При этом больные жалуются на боли в грудной клетке в покое, в области сердца, без типичной радиации, в левую руку, шею, другие области, но, тем не менее, боль сохраняется, она не связана с физической нагрузкой. И прогностически неглоприятным считают гипертонические кризисы в лёгочной артерии, при этом боли будут сочетаться с удушьем. Абдоминальный вариант сопровожается мучительными болями в апегастральной области, тошнотой, рвотой, вплоть до развития язвенной болезни. Это также эти нарушения связаны с гипоксией, которая снижает устойчивость желудка, в то время как гиперкапни способствует повышенному секреции соляной кислоты. И пятый, коллоптоидный вариант, редкий, но бывает, с периодами резкой бледности, слабости, чувства ужаса, похолодания конечностей, профузного холодного пота на лице, падения давления артериального пульса, нитевидный выраженный тахикардия. Отмечено, что присоединить даже к кратковременных коллоптоидных состояниях к клинической артинии легче сердца это прогностический неблагоприятный признак. Вот эти пять вариантов, которые тоже должны знать и помнить не только кашлятышку, но и другие проявления на фоне гипоксии и гипрокапнии. Лечение хронической правожелудочной недостаточности, исследование опять же четких нет. И на вооружении у нас есть рекомендации, которые диктуют, что терапия основного заболевания должна проводиться, которая приводит к развитию легочного сердца. Опять же назначать диуретики, лучше петлевые диуретики фрусимид, торосимид, из них торосимид предпочтительные, антагонисты минерал кротикоидах рецепторов спирон, лактон, кеплеринон, ингибитор карбонгидразы, ацетозоламид, есть резистентность проводимой терапии, при наличии отечных синдромов. Опять же рекомендуется избегать при право-желудочной недостаточности форсированного диуреза из-за резкой системной патологии, хронической почечной недостаточности и синкопальных состояний. При сердечной недостаточности с охраны фракции выброса диуретики применяются с особой осторожностью из-за опасности резкого понижения преднагрузки и падения сердечного выброса. Целезообразно используется не более 50% обычных стартовых доз диуретиков. То есть постепенно увеличиваем дозу и сразу, чтобы, не дай бог, получить у таких пациентов форсированный диуретик. Мы знаем, что при недостаточности кровообращения на фоне активации ренина ангютензина альдостероновой системы увеличивается уровень альдостерона, который достаточно коварный. Он имеет рецепторы чувствительные к альдостерону, это в почках, в миокарде, в сосудах, в почках. На фоне этого альдостерон приводит к потере калия, магния, высвобождается норадреналин, который приводит к желудочкам нарушение ритма внезапной смерти. Наблюдается задержка воды и натрия, развиваются отеки, что способствует опять же дальнейшему прогрессированию недостаточности коварного вращения. В миокарде рецепторы, если они захватывают альдостерон, захватывают альдостерон, то развивается фиброз миокарда, жесткость сердечной стенки. На этом фоне нарастает диастолическая недостаточность и тоже способствует прогрессирование ХСН. В сосудах блокада рецепторов альдостероном захватывает потому, что альдостерон вызывает перевоскулярный фиброз, страдает эндотелиальной функцией и тоже приводит к нарушениям в частности и коронарного кровообращения. На этом фоне то есть прогрессирование ХСН и повышение смертности от ХСН развивается. Так что альдостерон тот коварный фактор, который нужно контролировать и чтобы он не воздействовал на рецепторы представленных жизненно важных органов. Пожалуйста, что же происходит, если опять же хотелось подчеркнуть альдостерон остается захваченным рецепторами. Конечно, задержка натрия воды, развивается фиброз миокарда, фиброз сосудов и выводятся калий и магний. Вот во всех этих лекциях, во всех рекомендациях контролируется только калий. А про магний, вот кто-то мне может сказать, где проводились исследования, что при недостаточность подпрощения контролировалась магний и как его компенсировать, каким моментом, в каких дозах и так далее. Потом зададите вопрос. Антиальдостероновые эффекты антагониста минерал-картикоидных рецепторов это диуретические уменьшение фиброза, ремоделирование миокарда, уменьшение фиброза ремоделированных сосудов, улучшение кровоснажения органов и ткани и задержка в выведении калия, магния, то есть вот может наблюдаться гиперкалиемии. К антагонистам минерал-картикоидных рецепторы относят два препарата спиронолактон и аплеринон. Они являются слабыми мочегонными средствами, но блокируют рецепторы чувствительное кальдостерону и при этом не задерживается натрия и вода и эти препараты обладают антифибротическим эффектом, то есть органопротекцией, препятствуют задержке натрия и жидкости. Препараты принимаются ежедневно независимо от количества выделяемой мочи. Эти препараты они очень важны у больных с выраженной хронической сердечной достаточности, потому что они снижают риск госпитализации и главное смерти. Пожалуйста, далее. В европейских рекомендациях звучит, что антигонисты минерал кортикоидах рецепторов спира и лактон или эплеринон рекомендуется всем больным с низкой фракцией выброса меньше 40%. Это и в наших рекомендациях тоже звучит. Эминдрауский последняя рекомендация. Цель снижения смертности и числа госпитализации обусловленных сердечной достаточности. При сохранной фракции выброса имеется заказательство только у больных с синсовым ритмом применение небивалола, дегоксина, спиронолактона и канда сортана, что позволяет снизить чистоту и госпитализацию по поводу сердечной недостаточности. Отдельно прописано в горбиске. Комбинации петлевых диуретик с сиодидным диуретиками или спиронолактоном можно рассматривать в качестве варианта терапии у больных с упорными отеками и недостаточным клиническим эффектом. Пожалуйста, следующий метанализ 2015 исследований проведен с антагонистом минералкортикоидных рецепторов при сердечной недостаточности с сохранной фракции выброса это 6 с небольшим тысяч больных и больных с постинфарктным карьеросклерозом и с сохранной фракции выброса. Что рекомендуется согласно этому анализу и хороший результат были получены так называемые это высокий уровень доказательств но тем не менее получены результаты что на фоне антагониста минералкортикоидных рецепторов и стандартной терапии отмечается положительная реакция на снижение госпитализации за ХСН улучшается качество жизни уменьшается конечно диастолический размер левого желудочка снижается содержание аминотерминальных пептидов проколаген третьего типа что уменьшается радиофиброза и улучшается диастолическая функция левого желудочка в общем вот уровень доказательств который имеет в целом но три исследования о которых хотелось поговорить и которые дают общий вывод для ведения больных потом с сохранной фракцией это три исследования фезис эмфазис и релиз эти исследования проводились у больных с низкой фракции выброса меньше сорока процентов и эфесис это после инфаркта миокарда эмфазис второй четвертый функциональный класс черт там было мало и спиронлактон класс третий четвертый и был продемонстрировал что здесь имеются общие положительные тенденции и даже достоверные данные по снижению и риск смерти у больных от сердечных сосудистых заболеваний наиболее представлены в исследовании фазис и на релиз третий столбик госпитализация по поводу сердечной достаточности в большинстве уменьшалась на эпилереноне но и на вершпероне тоже и внезапная смерть достоверно отмечалась четко и уменьшение после перенесения инфаркта миокарда и у больных на вершпероне и когда фактически в конце 1999 года когда закончилось это исследование оно докладывалось на европейском обществе и получили тогда уменьшение смертности при сердечной недостаточности у больных на фоне применения вершперона там вся аудитория встала потому что ничего уже не было достижений каких-то и хлопал в ладоши гордились тем что появился на вооружении такой препарат пожалуйста дальше посмотрим но что было благодаря этим исследованиям полученным и в дальнейшем послужило хорошей службы это риск развития гипотензии определялся только сопутствующей терапии но не антагонисты минерал кортикоидных рецепторов вот эти три исследования подтвердили это направление то есть очень важно ведь лечим недостаточно вращений особенно стадии декомпенсации где мы там видим высокое важное табление чаще всего это гипотония и как вот оттетровать она спросит и бета-блокатор надо дать надо диуретик надо дать надо и антагонисты рецепторов альдостерона и сартаны все это даже группа вальцартана с сакобутрином арни тоже все снижает давление вот оказался антагонисты минерал-кортикоидных рецепторов в этой ситуации не снижают давление пожалуйста и вот по применению рекомендации какие прихсен по применению антагонистов минерал-кортикоидных рецепторов когда мы назначаем эти препараты начиная со второго функционального класса на этом фоне когда мы даем антагонист минерал-кортикоидных рецепторов мы должны отменить препараты солодки препараты калия калия содержащие пищевые добавки даже морская соль калия сберегающие диуретики амилорит триампур модеротик триампур триазит макзит сочетание тренос с гептиозидом уровень калия должен быть меньше пяти миллимоль креатинин меньше двух с половиной и первоначально дозу сперринолактона и леполиринона составляет 25 мг если калия больше пяти четырех дозу это уменьшаем пополам но если калия больше шести миллимоль на литр креатинин больше трех с половиной миллигран на децилитр и скорость клубочковой фильтрации меньше двадцати то антагониста минерал критикоидных рецепторов отменяет ну как всегда приезжаешь в отпуск на дачу ко мне появляется в выходные дни сосед у которого гипертрофическая кардиомиопатия проведена миомектомия он перенес ковид у него почечная недостаточность и он в принципе ну она такая 3б стадия и фактически такое сложное состояние перенес к тому же еще и инфаркт миокал и вот тяжелое такое состояние полиорганное и он в принципе себя полностью обслуживает все хорошо в фракции выброс 35% и вдруг он мне показывает вот я ходил там быстро показывал свои сделал анализы ну что-то мне как плоховато я себе чувствую и вот мне дали результаты и сказали придите в понедельник я смотрю там скорость клубочков фильтрация подросла 300 было меньше но калий было 7 миллимоль на литр а его отпустили там вообще лечебный гемдиализ надо проводить да чем грозит вот больше 6 к чему отменяем там сердце останавливается в систол на гиперкалий то есть я на него смотрю господи не дай бог на веранке он еще изобразит что у него слабость он себя плохо чувствует я говорю у вас есть фурусимид в табликах ой я не помню но есть я говорю лучше в инъекциях может быть есть такое дело нет потом я говорю ну вы попросите там своих чтобы посмотрели или я сейчас организую чтобы съездить купить этот препарат ну кончилось что нашли и шприц он нашел и фурусимид нашел лазикс я говорю делайте 80 миллиграмм и посмотрим лежу значит да все сделали все нормально я говорю лежите лежа почки функционируют лучше должен значит диурезовый и калий должен вывести мне тут положено гляжу они мимо моего дома с молодой женой он бывший ресторатор крутой какой-то там идут куда-то я говорю куда вы идете да нам друга Олега надо поздравить с днем рождения у нас поверчил чайку попить я в шоке ну не могу я сказать кричать там на всю улицу из окна что вы можете умереть и так далее я говорю ну я вас умоляю вы нарушили мои советы ну как с вами общаться после этого ну в общем я говорю ну доложите как вы там потом вечером столько вас из меня вышло я как начал говорить я там и чай не успел попить домой пришел через два дома да говорит я всю ночь бегал в туалет из меня столько вышло я говорю как вы себе чувствуете как ни странно даже получше ну то есть отечный синдром зашел почки функционерами стали лучше вот магия 80 миллиграмм я говорю я вам посоветовала все-таки сдать в платные вот суббота еще кали приходит кали 6 я говорю ну слава богу уже точно жить можно дальше а то что ему дали на понедельник сдать он сдал там ну вот вы тут волновались волну а у вас калий у него был там 5,2 что ли 5,1 то есть сам больной тем того виноват что вот у него такое вы знаете не очень вот я собираюсь записать его потому что вот миомоктомия гипертрофическая кардиомиопатия когда он уже стал погибать от того что у него все время развиваются стали отеки легких развалился артальный клапан и обструкция на выходе идет и он все время стал госпитализировать ну ему там лазик сделают его разгрузят и все и домой ковид идет он этот ковид перенес в общем а потом уже слава богу проконсультировалась в военном госпитале в Зеленограде где-то там недалеко и ему сказали ковид ковидом ты должен срочно быть прооперирован и они вот его взяли провели миомоктомию представляете вот было два с половиной толщинами желудочковой перегородки а теперь у него 1,4 так пожалуйста дальше а то сейчас воспоминания о больных пойдут так рекомендации следующие вот обратите пожалуйста внимание дорогие коллеги что нужен определенный контроль при введении больных на антагонистов минерал-кортикоидах рецепторов это уровень креатинина скорость клубочков фильтрации калия это обязательно все остальное дополнительно и когда это вот эти первые четвертые восьмая двенадцатая неделя лечения далее шестой девятый двенадцатый месяц до года а затем пока он лечится пациент принимает антагонисты минерал-кортикоидах контролирует наверное один раз в четыре месяца терапия в любое время может осложниться гиперкалиемии не то поел не так все делал не то выделил и тому подобное поэтому нужно контролировать если через месяц симптомы кассиен сохраняются можно дозу увеличить до 5-7 мг в сутки при развитии генкомастии и других побочных эффектов на рашпирование перейти на эплеренон пожалуйста далее острая декомпенсация как лечится острая декомпенсация то есть на фоне введения той базисной терапии которая прописана пациенту вдруг становится хуже отеки нарастают дышать тяжело толерантность резко снижается рекомендуется отменить все препараты базисные до 48 часов при острой декомпенсации сердечной недостаточности и на этом фоне на отмене сразу же увеличить дозу вершпирона до 200-300 мг в сутки отменяется только при повышении калия и скорость клубочковой фильтрации меньше 30 артериальное давление здесь не имеет значения даже гипотония дать вершпирона как можно в 2-3 приема вот дать но теперь слава богу есть вершпирон 100 мг если раньше по 25 мг посчитайте сколько таблеток надо было выпить страшное дело ни один больной не соглашался пить горсть для отмена для арни это АД должно быть меньше 100 мм тут на столба уровень калия больше 5,5 скорость клубочковой фильтрации расчетный показатель меньше 30 для ингибиторов АПФ сортанов давление меньше 85-90 уже надо отменять калия больше 5,5 и тяжелой почечной недостаточности бета-блокаторы отменяются когда есть кардиогенный шок или число сердечных сокращений меньше 50 ударов в минуту пожалуйста далее при декомпенсации особенности применения антагониста минералов картикоидов рецепторов заключается в том что нужно применять их в высоких дозах вот 150-300 мг как долго 2-3 недели до достижения компенсации а затем в малых дозах поддерживающей длительной терапии 25-50 мг доза плеренона больше 50 мг в сутки не рекомендованы и вот Паниковский предлагает что предполагает что пациента с выраженным альдосеронизмом резистентно к петлевым диуретикам и нуждается в высоких дозах спирионолактонов но опять же это вот как говорится догадка такая клиническая убедительных доказательств нет почему я говорю контроль такой жесткий вот именно по неделям по месяцам и так далее потому что после исследования рельс было отмечено вот успех голокружение от успеха больше больных в верхней столбике стали принимать вершперон раз он такой хороший почему бы не принимать а на самом деле внизу параллельно стала расти смертность у больных от гиперкалиемита пожалуйста далее два препарата эплеренон спирионолактон разница между ними какая потому что эплеренон он селективный только минерал кортикоидные рецепторы блокирует и все гормональные рецепторы андрогена проэстерон или кортикоидные рецепторы не трогают вершперон блокирует все то есть вершперон или спиронолактон это как гормон который фактически из мужчины делает женщину тестостерон снижается эстрогены выходят на первые линии и что при этом происходит пожалуйста дальше побочный эффект спиронолактона генкомастия у мужчин герцетизм и у женщин и второй момент очень важный гиперкалиемия пожалуйста далее определяются особо больные когда может развиться гиперкалиемия пожилые старше 65 лет умеренно тяжелой дисфункции почек применение нестероидных противовоспалительных препаратов и применение комбинации бета-блокатора ингибитор АПФ антагониста минерал-картикоидных цепок без диуртической терапии то есть он мог задерживать калий а диуртической терапии это бы скоррегировало и одновременное назначение с гепаринами спиронолактон тоже нужно контролировать калий потому что может быть развиваться спровоцироваться гиперкалиемия генкомастия не только спиронолактона это патология печени почек даже вспомните тот же алкогольный болезненный печени когда у пациента появляется генкомастия ножки тоненькие живот большой возраст лекарства кроме спиронолактона блокадр медленных калийцевых каналов ингибитор АПФ дигоксин амиадарон пожалуйста далее и вот что предлагает профессор Ситникова уважаемый мною кардиолог большой специалист по недостаточности к обращению работает со шлихто главным кардиологом в Санкт-Петербурге что больные получающие спирмолактон и развиваются генкомастии что с ними делать нужно выявить и устранить другие причины генкомастии оценить тяжесть КСН первый второй функциональный класс сразу же переводить на реплеринон третий четвертый где большая доказательная база оценить тяжесть генкомастии и выделять две вот одна опасная другая не опасная безболевая генкомастия первая второй степени требует лечения наблюдения в динамике а болевая генкомастия или третья стадия повторно обсудить с больным уже вопрос продолжения терапии спирмолактоном возможности альтернативной терапии генкомастии и обсуждается эти моменты в каком состоянии если есть возможность перевести на реплеринон так пожалуйста далее и вот эта дозировка ХСН с учетом скорости колбочкой фильтрации вот видите петлевые диуретики они не требуют коррекции скорости колбочкой фильтрации при любой назначаются торсимид и фурсимид почему предпочтение торсимид он тоже обладает антиалидостероновым эффектом и тоже не задерживает калий тиозидной диуретики гидрохлортиозид посмотрите какие дозы маленькие теперь больше 12,5 25 мг не назначаются и вообще в целом даже для лечения больных с артериальной гипертонии потому что длительное наблюдение позволило сделать вывод что вызывает рак губы и плоскоклеточный рак кожи не рекомендуется при скорости клубочков фильтрации меньше 30 тиозидной диуретики тиозид подобные калий калий берегающие и плеренон и спирион лактон не показано при скорости клубочков фильтрации меньше 20 и синдром задержки жидкости он как раз начинает контролироваться назначением мочегонок от величины скорости клубочков фильтрации вот если скорость клубочков фильтрации меньше 60 все тиозидные диуретики отменяются если больше 60 то возможно применение если он был назначен ранее в умеренных дозах при соединении петлевых диуретиков если нет эффекта нет эффекта увеличивать дозы петлевых диуретиков нет эффекта добавляет ацетозоламид и он так называемый метаболический алкалоз ликвидирует и на этом фоне начинает чувствительность рецепторов возрастать к петлевым диуретикам если нет клинического эффекта вот тут уже решающую роль играет антагонист минералкортикоидов и цитров максимальные дозы утром и вечером в два приема если наблюдается рефрактерность то это вообще уже ситуация такая очень сложная и ставится капельница с форсмидом медленно капает в течение суток на фоне медленного капельного болесной можно назначение делать и добавляется низкое давление прессорно-амины присоединяются другие диуретики и рассматривается вопрос об ультрафильтрации или гемодиализе и последний слайд диуретической терапии у больных после инфаркта ну фактически чаще всего это сниженные фракции выброса если второй функциональный класс без застоя то даются малые дозы тарсиниды и эплиринона с целью антифибротической активности чтобы фиброз не развивался чтобы не было жесткости сосудистой стенки если застой то там уже и петлевые и литиозидные и плюс эплиринон то есть два препарата третий функциональный класс поддерживающий лечение уже тремя препаратами это тарсинид антагонист минерал-кортикоидных рецепторов эплиринон или эспирон лактон и плюс-минус ингибитор карбангидразы по схеме 3 дня например в 2 недели диакарп 0,25 мг чтобы вот сдвиг паш в кислую сторону до компенсации тоже здесь уже большие дозы дотитры 7 даже до 200 мг здесь нет преграды на фоне почной недостаточности можно назначать тазидной диуретики антагонист минерал-кортикоидных рецепторов высокие дозы спирона лактона и опять же диакарп 4 препарата 4 тяжелый функциональный класс здесь назначается все что у нас есть на вооружении и стоит вопрос о проведении заливной ультрафильтрации гемодиализа или экстракорпоральной микс мебранной оксигенации то есть 5 препаратов с воздействиями и я закончила повествование последние слова благодарности да спасибо так что уложилось да большая лекция если есть какие-то вопросы пожалуйста задайте все понятно да ну пожалуйста да то есть все надо делать с умом да оценивать состояние больного оценивать возможности его как функционирует не только сердце с какой фракцией выброса но как и почки потому что все это участвует именем вот такой вот терапии и способствует выживанию больных и продолжительность жизни уже даже с низкой фракцией выброса у них 12-13 лет уже будут больные тоже это очень такой важный момент спасибо следующий доклад у нас в режиме онлайн давайте послушаем итак диабетический кетоацидоз требующая экстренной госпитализации острая декомпенсация сахарного диабета с гипергликемией при уровне плазмы выше 13 и 9 миллимоль на литр у взрослых и выше 11 миллимоль на литр у детей гиперкетономии выше 5 миллимоль на литр кетонуреи метаболическим ацидозом и различной степени нарушения сознания в редких случаях возможно развитие эогликемического кетоацидоза на фоне длительного злоупотребления пациентом алкоголя средняя смертность при диабетическом кетоацидозе по данным западных источников составляет от 5 до 14 процентов и остается постоянный в течение уже последних 30 лет риск летального исхода возрастает при наличии следующих факторов это увеличение возраста больных наличие гипотонии очень высокой гипергликемии повышением концентрации мочевины в крови и низкого PH крови у больных старших возрастных групп причиной летального исхода чаще являются фатальные осложнения тяжелых сопутствующих заболеваний у больных молодого возраста причиной летальных исходов являются метаболические нарушения причиной острой диабетической декомпенсации обмена веществ является абсолютная инсулиновая недостаточность и выраженная относительная инсулиновая недостаточность ну вот на слайде вы видите причины абсолютной инсулиновой недостаточности я хочу остановиться на нескольких моментах первое это впервые выявленный сахарный диабет как правило у лиц молодого возраста и составляет в целом 9% и где-то следствием является несвоевременная диагностика заболеваний еще один момент на котором хочу заострить ваше внимание как терапевтов это перерыв или прекращение инсулинотерапии но что имеется ввиду прекращение инсулинотерапии это у лиц как правило тоже молодого возраста с психическими отклонениями которые самостоятельно перестают делать инсулинотерапию причем не близкие не врач который ведет больного об этом не знает и естественно очень трудно установить причину вот такого кетоацидоза причины относительной инсулиновой недостаточности которые также приводят к острой депенсации они здесь ну тоже отброшены и конечно же это неадекватная терапия сахарного диабета второго типа но еще я хотела бы помимо того что здесь отброшено из причин обратить Ваня как терапевтов на хорошо компенсированный сахарный диабет у лиц второго типа когда целевые уровни гликемии достигнуты и больные в принципе получают минимальные дозировые препараты вот мы наблюдали больную 52 лет которая получала метформин в дозе 500 миллиграмм в сутки при этом у нее были стабильные показатели и были достигнуты целевые уровни гликемии это во-первых и во-вторых периодически она переставала принимать сахароснижающую терапию месяцев на 2-3 и уровни гликемии оставались в пределах целевых значений но на фоне тяжелой пневмонии у этой больной со стабильным течением развился кетоцидоз уровень сахара в крови повысился до 65 70% и пациентка в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимационное отделение острое драконное может возникать как при сахарном диабете первого типа так и при сахарном диабете второго типа но при сахарном диабете второго типа у больных длительно сохраняется остаточная секреция инсулина и это обстоятельство объясняет то что при сахарном диабете второго типа диабетический кетоцидоз встречается значительно реже теперь то что касается возможных вариантов да мы все хорошо знаем клинические проявления Анна Григорьевна меня слышно очень хорошо слышно да мы все хорошо знаем клинические проявления диабетического кетоцидоза но я хочу напомнить вам и заострить ваше внимание на нетипичных условно выделенных вариантах которые не позволяют своевременной диагностике диабетического кетоцидоза и ком ну первое это желудочно-кишечный вариант что здесь на первый план выступают боли в животе так называемый ложный острый живот диабетический псевдопеританист возможно появление тошноты рвоты диарея выраженное обезвоживание что помогает помогает выявление лейкоцидоза почечный вариант диабетической комы обычно он развивается у лиц с длительно существующим диабетом и диабетической нефропатией если больной находится уже в коме то действительно нужно проводить диагностику суримической комы кардиомаскулярный вариант когда на первый план выступают стенокардитические боли нарушение ритма сердца самые разнообразные вследствие гипокалиемии возможны клинические проявления отека легкого и энцефалопатическая форма которая наблюдается у лиц пожилого возраста страдающих от атеросклероза мозговых сосудов здесь имеется явление гиповолимии ацидоза нарушения микроциркуляции которые способствуют декомпенсации хронической церебровоскулярной недостаточности которые проявляются самой разнообразной мозговой симптоматикой но на фоне ДКА возможны и острые нарушения мозгового кровообращения а также приходящие или транзиторные ишемические атаки которые характеризуются пароксизмальностью клинических проявлений но надо помнить что по сомнительность этих проявлений не в 24 для чего параметры и конечно степень нарушения сознания если PH определяется в капиллярной или венозной крови следует учитывать что он на 0,05 0,1 ниже чем в артериальной крови лечение мы будем в основном говорить об инсулинотерапии основные параметры следующие это устранение инсулиновой недостаточности борьба с дегидротацией и гиповолемией восстановление электролитного баланса и КСЧС и выявление и лечение сопутствующих заболеваний и кетоацидоза как его осложнение первая помощь при диабетическом кетоацидозе проводится на госпитальном этапе или в приемном отделении внутривенной инфузии 0,9% раствора хлорида натрия со скоростью 1 литр в час лечение диабетического кетоацидоза легкой степени без отягощенной патологии проводится терапевтические мероприятия инсулинотерапии это прежде всего внутривенная инсулинотерапия и начальная доза инсулино-короткого действия или ультракороткого или сверхбыстрого действия составляет от 0,1 до 0,15 единиц на килограмм от реальной массы тела внутривенно-болусно необходимую дозу набирают в инсулиновый шприц добирают до 0,9 хлорида натрия раствора и вводят очень медленно в течение 2-3 минут и затем непрерывная проводится инфузия через инфузомат по 0,1 единиц в час а вот варианты методики введения зависят от наличия или отсутствия инфузомата инфузомата непрерывная инфузия по 0,1 единице на килограмм массы в час вариант 2 в отсутствии инфузомата раствор с концентрацией инсулина короткого действия 1 единица в миллилитре или 1 единица в 10 миллилитрах 0,9% раствора внутривенно-капельно через обычную инфузионную систему наиболее распространенным при отсутствии инфузомата является введение инсулина короткого действия внутривенно-болюсно медленно 1 раз в час шприцем в инъекционный порт инфузионной системы есть преимущества этого варианта введения нет проблем сорбции инсулина точный учет и коррекция введенной дозы инсулина и длительность фармакологического эффекта составляет до 60 минут внутримышечная инсулинотерапия проводится при невозможности внутривенного доступа и здесь нагрузочная доза инсулина короткого действия составляет 0,4 единицы на килограмм массы тела половина вводится внутривенно половина внутримышечно а затем уже внутримышечно по 5-10 единиц в час обязательное условие для внутримышечной терапии это адекватная гидротация и отсутствие гиповолемии если через 2 часа после начала внутримышечной терапии гликемия не снижается то переходит на внутривенное поведение что нужно помнить что скорость снижения уровня гликемии должна быть не более 5 мм на литр в час вследствие возможности опасности обратного астматического градиента между внутри и внеклеточным пространством и развитие отека мозга в первые сутки это тоже важный момент следует снижать уровень глюкозы не менее 13 15 миллимоль на литр и вот на подкожную инсулинотерапию проводится когда имеется уже критерии разрешения диабетического кетоацидоза и вот критериями разрешения диабетического кетоацидоза служит общее улучшение состояния больного стабильная гемодинамика глюкоза в плазме равная или ниже 12 миллимоль на литр пх выше 7 и 3 и уже далее переходит на подкожные инъекции инсулина короткие короткого действия каждые 4-6 часов в сочетании с инсулином продленного действия 1-2 раза в сутки теперь какова тактика инсулинотерапии у больных с острым коронарным синдромом ну прежде всего мы хорошо все знаем но тем не менее еще раз повторюсь что гипергликемия является одним из предикторов неблагоприятных исходов у больных острым коронарным синдромом как с подъемом так и без подъема сегмента СТ гипергликемия и состояние кетоцидоза может усилить ишемию миокарда и отрицательно влиять на течение острого коронарного синдрома при диабете и еще один момент на который следует обращать внимание это достижение целевых уровней гликемического контроля улучшает исходы инфаркта миокарда при сахарном диабете однако выбор сахароснижающей терапии для достижения целевых уровней ее должен быть строго индивидуализирован больные сахарным диабетом с острым коронарным синдромом без нарушения сознания и других вышеперечисленных осложнений способные самостоятельно принимать пищу могут находиться на подкожной интенсифицированной инсулинотерапии при условии если она позволяет поддерживать целевой диапазон гликемии избегать гипогликемических состояний наиболее оптимальным методом быстрого и управляемого достижения целевых уровней гликемического контроля является непрерывная внутривенная инфузия короткого ультракороткого и сверхбыстрого действия при необходимости с инфузией 5-10-20% раствора глюкозы в зависимости от уровня гликемии и объема вводимой жидкости и данный вид инсулинотерапии проводится на фоне ежечасного определения гликемии а затем в дальнейшем после стабилизации гликемии уже каждые два часа так теперь что необходимо отменить какие препараты и до настоящего времени эти рекомендации они имеют место быть это тиазолидин дионы и бегуаниды так как они могут способствовать задержке жидкости способствовать развитию застойной сердечной недостаточности далее перед проведением рентгеноконтрастных вмешательств следует отменить ингибитеры НГЛТ2 наличие острого коронарного синдрома у больных с сахарным диабетом второго типа без кетоацидоза и гипергликемии не является показанием к назначению инсулинотерапии показания к назначению инсулинотерапии в целом такие же как у больных с диабетическим кетоацидозом без ОКС о которых мы говорили выше и еще один момент и в настоящих рекомендациях все-таки много раз говорили о метформении но тем не менее он остается работающим он противопоказан больным сахарным диабетом и острым коронарным синдромом первое из-за риска лактат ацидоза при развитии тканевой гипоксии и самое главное неизученном влиянии на ранее отдаленные клинические исходы УКС ну что касается других сахароснижающих препаратов то эффективность и безопасность препаратов из группы агонистов рецепторов ГПП-1 и НГЛТ-2 и ДПП-4 при остром коронарном синдроме изучается теперь то что касается транзиторной гипергликемии ну все мы хорошо знаем что острый коронарный синдром может сопровождаться транзиторной гипергликемией или стрессовой как ее еще называют что здесь если глюкоза плазмы не выше 10 миллимоль на литр то нет необходимости в проведении сахароснижающей терапии но если она стабильно выше 10 миллимоль на литр то назначение сахароснижающих препаратов является необходимым теперь извините но вот у меня перескакивают сейчас любой диапазон гликемии у пациентов с кетоацидозом осложненным острым коронарным синдромом до конца не определен в настоящее время по результатам последних данных и алгоритма показания медицинской помощи больным сахарным диабетом по результатам клинических исследований но они чуть меняются чуть гликемия выше чуть ниже но по последним данным для большинства больных обоснованным является уровень глюкозы плазмы крови в течение суток с колебаниями от 6 1 до 7 и 8 миллимоль на литр если имеются какие-либо медицинские или организационные факторы которые препятствуют достижению строгого контроля гликемии то допустимо ее периодическое повышение до 10 миллимоль на литр но что еще важно помнить параллельно с этим необходимо также контролировать отсутствие гипогликемических состояний то есть необходимо избегать снижения глюкозы крови менее 6 миллимоль на литр спасибо вам за внимание и я передаю слово следующему докладчику Новиковой Марии Сергеевны теперь вам услышно а к презентации можно спасибо и листать вы будете или как или вы да спасибо то что касается контрастом индустрируем остров повреждения почек то это та проблема которая стала выступать на первый план достаточно недавно в терапевтической практике слайд пожалуйста в связи с чем это связано с расширением методов рентгеноконтрастных исследований и следствие необходимости рентгенхирургических методов терапии и в основном это хорошо заметно в том числе и в России когда количество интервенционных методов лечения увеличилось с 80 тысяч в год до 160 тысяч в год за период с 2010 по 2014 год это левая половина слайда на правой половине слайда это пропорциональный рост контраст индуцированного острого повреждения почек вследствие введения контраста и рентгенохирургических методов исследований слайд таким образом на сегодняшний день контраст индуцированной нефропатии или острое повреждение почек вследствие введения контраста определяется как повышение креатинина на 25% относительно исходного уровня или выше 44 микромоль на литр. В частности, для самой высокой группы риска для такого осложнения после введения контраста это пациенты с сахарным диабетом и хронической болезнью почки, частота кен может достигать 50%, а необходимость проведения заместительной почечной терапии 15%. Рекомендации международного общества нефрологов, это кейдоки, несколько более мягко подходят к определению контрастно-индуцированного повреждения почек и считают, что можно диагностировать, когда плазма в креатинине повышается более на 26 микромоль на литр за 48 часов и более 50%, то есть более чем 3 мг на децилитр за следующие 7 суток. О чем это говорит? О том, что мы можем диагностировать контрастно-индуцированное повреждение почек как в первые часы или первые сутки после введения контраста, так и в следующие от 3 до 5 суток проведения этого исследования. Слайд. Конечно же, это будет ренальное повреждение почек, и чаще всего контраст-индуцированную нефропатию мы будем видеть на госпитальном этапе, это средние графики, которые здесь отражены красными столбиками. Слайд. О патогенезе контрастно-индуцированной нефропатии можно распределить в несколько этапов. В первую очередь, вазоконстрикция в результате введения рентгена-контраста вследствие снижения синтеза простагландинов, оксида азота и резкого повышения синтеза аденозина в ответ на эту ситуацию, которая вызывает кортикальную ишемию или ишемию паранхимы. Второй этап. И третий этап. Это прямая нефротоксичность контрастных веществ на клетке почных канальцев, волеопекальный аппарат почки вследствие также астматической вязкости или астматического давления мочи и свободных радикалов, которые образуются в паранхиме в ответ на введение контраста. Слайд. Это макро-васкулярный препарат или макро-простите, макро-препарат кортикальной ишемии почки. Просто обращаю внимание, как это выглядит при секции, потому что обычно в кровенаполнении хорошие у почки, а здесь прямо белый слой, который связан именно с выраженной ишемизацией кокориз почки. И рядом это многоклеточность такая в результате канальцевого некроза или тубулярного некроза, розовый гистологический препарат. Это те этапы патогенеза, которые стоит обращать внимание, которые приведут к инвалидизации нашего пациента, ставя его на необходимости проведенного гемодиализа. Слайд. Фактор риска развития контраста индуцированной нефропатии в первую очередь сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, сердечная недостаточность, низкая фракция выброса, связанная с сердечной недостаточностью, гипотензия, опять же, на продвинутых стадиях сердечной недостаточности. А почему это так вот мы упорно делаем на этом акцент? Потому что рентгенохирургические методы исследований чаще всего касаются тех пациентов, у которых есть и сердечная недостаточность, и сахарный диабет. И сахарный диабет как патогенетическая платформа для развития сердечной недостаточности, которая, в принципе, определяет прогноз для пациентов с сахарным диабетом. Ну и, конечно, прибедение тех нефротоксических препаратов, которые могут усугублять прогноз по крантастиндуцированной нефропатии. Это, в первую очередь, препараты для лечения сахарного диабета, метформин, ингибиторы глюкозонатриевых код транспортеров, последняя группа инновационных препаратов. Антибактериальные терапии – это, в первую очередь, аминогликозиды, ванкомицин, амфатерицин В, нестероидные противовоспалительные препараты, на которые редко пациент обращает внимание, тем не менее их комбинации могут привести к зла, к такому очень тяжелому последствию после рентгеноконтраста. И, конечно же, это те препараты, которые могут применяться после трансплантации и связаны с необходимостью подавления активного иммунного отторжения. Это токролимусы, циклоспорин и гибиторы кальциневрины. Слайд. Фактор риска, который будут связаны с проведением непосредственного исследования, это большое видео контрастного вещества, интерартериальное введение либо повторные рентгенно-хирургические операции в течение 72 часов. И, к сожалению, на самом деле сегодняшний день это не редкий слайд. На сегодняшний день мы активно используем шкалу Михрейн, которая может определять степень риска по отдельным факторам, которые суммируются по сумме баллов, и определяет в целом либо риск развития проведения гемодиализа после этой процедуры, либо сам непосредственно риск контраст-индуцированной инфропатии. Таким образом, можно увидеть, что анемия, низкий гематокрит – это 3 балла, сахарный диабет – 3 балла, сама по себе сердечная недостаточность – 5 баллов. И следующее наличие – это хронической болезни почки. Кассумация баллов будет увеличиваться по мере продвижения стадии хронической болезни почки от начальной до терминальной. Слайд. Таким образом, самое максимальное количество баллов будет при суммации от сопутствующих коморбидных наличия состояний до тех факторов риска, которые у пациента могут быть в наличии только в один или два фактора риска. Чем выше сумма баллов, то есть 16 баллов и выше, тем выше будет риск развития контраст-индуцированной инфропатии с проведением заместительной почкиной терапии в ее исходе. Самый высокий риск, более 16 баллов, характерен для пациентов, у которых через год после введения рентгеноконтраста и высокого риска контраст-индуцированной инфропатии развивается смертность. 30% пациентов через год после введения рентгеноконтраста с высоким риском контраст-индуцированной инфропатии погибают от сердечно-сосудистой смертности или от смертности от всех причин, что внушает такие серьезные опасения по поводу интервенционных методов лечения таких пациентов. Самый высокий риск, посмотрите, приблизительно 50% в красный столбик, будет самым высоким риском контраст-индуцированной нефропатии у пациентов с сахарным диабетом в сочетании хронической болезни почки по сравнению с популяцией, у которых этих осложнений или этих коморбидных состояний нет. Меры профилактики. Слайд, пожалуйста. Мы используем на сегодняшний день российское научное общество кардиологов. Есть, конечно, национальные рекомендации поведения хронической болезни почки, но нам, как ни удивительно, самые высокие такую распространенность получили именно рекомендации кардиологов. На самом деле, наверное, я ошибаюсь, что это неудивительно, потому что именно кардиологи стоят на передовой в этом фронте развития интервенционных методов лечения и проведения рентгеноконтрастных исследований с целью необходимости ангиопластика, коронарного шунтирования, стентирования коронарных артерий. Поэтому используются именно эти рекомендации. Если останавливаться на каждом из этих факторов, то, наверное, хочется в первую очередь обратить внимание на безопасный выбор рентгеноконтрастного препарата. Слайд. Это изоосмолярные или низкоосмолярные контрастные препараты. В частности, йога-гиксол, очень широко используя амниопак, для пациента с хронической болезнью почки не годится. И лучше в этой ситуации выбирать визипак. А если останавливаться более конкретно, то если у пациента скорость клубочковой фильтрации менее 45 мл в минуту, то и введение этих рентгеноконтрастных препаратов, даже с учетом их безопасности, низкоосмолярности или изоосмолярности, будет достаточно ограничено. Альтернативой для введения этих препаратов может быть галидол-содержащий препарат или годовист, который ему применяется вплоть до снижения скорости клубочковой фильтрации 15 мл в минуту и является абсолютно безопасным вследствие его химической структуры. А как это выглядит? Это галидол-содержащий препарат, связанный с хилатным содержанием, макромолекулярная структура, которая является, по сути дела, инертной как для почек, так и для сосудистого русла препарата. А тем не менее, годовист можно применять для всех областей тела и, в частности, для сосудистого русла. К сожалению, я не могу сказать, может ли применяться годовист в ангиохирургии или в тех ситуациях, которые связаны с мультиспиральной контрастной томографией, если требуется введение на больших сосудистых стволах. Альтернативой для годовиста в этом случае может являться углерод водорода, который используется в настоящее время широко в госпитале имени Вишневского и в 57-й городской клинической больнице. Насколько я знаю, еще есть и рентгенохирургическое отделение в городской клинической больнице имени Боткина. Вот там можно туда направлять пациента, если фильтрация имени 45-ти, а требуется рентгенохирургическое исследование с последующей хирургией, ангиопластикой либо другими вмешательствами на сосудах. Кого чаще всего касается, конечно, пациентов с хронической болезнью почки, с сахарным диабетом, диабетической нейропатией, с высоким риском развития стопы Шарко. Дальше слайд, пожалуйста. Еще раз по поводу годовиста. Совершенно безопасный препарат с хорошими характеристиками, в том числе может применяться у детей после двух лет. И абсолютно себя хорошо зарекомендовал. В частности, у Европейского урологического общества рентгенодиагностики он используется как препарат первой линии, так как не влияет на развитие нефрогенного системного фиброза. Если мы говорим о введении количества безопасного рентгеноконтраста для пациентов как с хронической болезнью почки, так и без, то можно рассчитывать ее по эмпирическим формулам. Объем введенного контрастного вещества – это вес, умноженный на 5 в килограмм. Если почечная фильтрация снижена, мы используем формулу клиренса креатинина в миллилитрах в минуту, умноженной на 5. Если здесь присутствуют врачи, которые пользуются расчетными скоростью клубочкой фильтрации, в частности, на сайтах, по МДЖД.ком, либо других расчетных слайдах в сайтах, обращаю ваше внимание, что лучше использовать формулу Кокрофта-Голда для расчета клиренса креатинина и определения безопасного объема контрастного вещества. Почему? Потому что расчетные формулы скорости клубочкой фильтрации они будут применять в частности стандартизацию поверхности тела, а соответственно будут занижать эту скорость клубочкой фильтрации, и в этой ситуации объем контрастного вещества вводимый будет недостаточным. Поэтому лучше использовать формулу Кокрофта-Голда. А то, что касается мер профилактики, то это достаточно просто применить, тем не менее, это очень часто ускользает из внимания клиницистов или интернистов, когда мы за два дня до введения рентгеноконтрастного препарата должны отменить нестероидный противовоспалительный, нефротоксичные антибиотики. Если у пациента пересаженная почка, то мы должны предупредить его и согласовать со врачом-транспонтологом временную отмену цикла спарента кролимуса либо снижение их доз. И, конечно, за условные отмены ингибиторов АПФ либо блокаторов рецепторов кангиотензина, если у пациента есть склонность к гипотензии, эти препараты должны быть отменены. Для пациента с сахарным диабетом принципиальная отмену имеет метформин, потому что место локации его действия – это почечный канальцы, и ингибиторы глюкозонатриевых котранспортеров по тем же соображениям, так как механизм основных действий связан с максимальными почечными канальцами. Таким образом, меры профилактики будут включать не только безопасный расчет контрастного вещества, не только альтернативы выбора для годовиста, не только отмена антибактериальных или других любых нефротоксичных препаратов, но и гидротация предупредительная. Она может быть проведена до исследования, после исследования, и в том числе рекомендовать питьевой режим в течение последующих 7 дней, когда пациент может быть выписан из стационара. Тем не менее, еще раз обращаю ваше внимание, что эти рекомендации часто не проводятся, не назначаются, ставя пациента перед высоким риском заместительной почечной терапии. Если риск высокий, то можно заменить физраствор на натрий-бикарбонат, рабочая схема раствора. Здесь указано, пользуйтесь, потому что на самом деле это достаточно простая процедура, а почки спасают во многих случаях. Как может развиваться сценарий развития контраст-индуцированной нефропатии? Если это первый случай, и мы говорим о сохранном почте на функциональном резерве, то это полное выздоровление пациента. Если же это повторный рецидив, либо у пациента высокой категории, то в частности шкала помехрен 16 или около 16 баллов составляет, то, как правило, потребность заместительной терапии для такого пациента будет высока, стрелочка 3 и далее 4, когда мы говорим о неполном выздоровлении для такого пациента, либо о прогрессировании хронической болезни почки. А что, с чем это может быть связано дальше? Слайд, пожалуйста. В этой ситуации мы должны провести уже не профилактические мероприятия, а именно лечение для такого пациента, которая диагностирована контрастно-индуцированная нефропатия и высокий подъем креатинина с гиповолимическим шоком, как правило, который сопровождается. И тогда назначается регидратация, возвращаются инотропные вазопрессоры, назначаются диуретики, как это ни странно, которые должны широко применяться при перегрузке объемов. И если у пациента, тем более, есть хроническая сердечная недостаточность, это, по сути дела, форсированные терапии. Назначаются аминокислоты в гиперкаптоволическом состоянии, это если у пациента есть уже состоявшаяся хроническая болезнь почки, выше третьей B стадии, коррекция вводимых лекарств в соответствии с измененной функцией почек, и обращаем в этой ситуации внимание на уровень клиренса креатинина. И наличие показаний гемодиализу больше 72 часов, хотя, как правило, мы назначаем не отсроченный гемодиализ, СА, более ранний старт терапии заместительной почной терапии. Слайд, пожалуйста. А если у пациента развивается отек легких, про прошу прощения, грубая ошибка, не гипо, а гиперкалиемии, выше 6,5 метаболические ацидосы, уромические осложнения, которые нарастают, мы назначаем заместительную почную терапию, не дожидаясь трех суток. Каким образом? Назначается либо ускоренная заместительная почная терапия, либо стандартная заместительная почная терапия, и были большие дебаты вследствии ускоренной заместительной почной терапии, считалось, что ее применение в первые часы после диагностирования контрастандоцированной мифорте potentially может пролонгировать жизнь такому пациенту. Оказалось, что в последующем, когда были проведены анализы ускоренной и стандартной заместительной почечной терапии, больших различий, как вы можете видеть по этому графику, выживаемости таких пациентов нет. Чем может закончиться такое проведение рентгеноконтрастного метода исследований для наших пациентов, хорошо видно на этом слайде. Терминальная почечная недостаточность для такого пациента с высоким риском, обращаю ваше внимание, который сочетается с сахарным диабетом, хронической болезнью почек, сердечная недостаточность будет относительно невелика, в то время как смерть, общая и смерть в сочетании с терминальной почечной недостаточностью к 12 месяцам будет нарастать значительно. Поэтому это вопрос к аудитории сегодняшней, к терапевтам, которые назначают такие методы исследования, а насколько обоснованы интервенционные методы лечения для категории пациентов с высоким риском контраст-индуцированной нефропатии, высоким риском сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие годы. Спасибо большое за внимание, если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Для пациентов введение терапии ингибитором глюкозонатриевых котранспортеров для пациентов с сердечной недостаточностью. Рассматриваете ли вы ее как диуретическую, или это все-таки патогенетический такой момент, и она должна быть независима от того, есть ли диуретики для пациентов с сердечной недостаточностью или нет. Мне очень просто, очень важно ваше мнение. Спасибо вам большое. Извините, если я вас задерживаю. Это очень действительно актуальный вопрос. Никто вам не скажет 100%, как работает форсида. Оказывается, стали обращать внимание, это вообще инсулин независимый механизм, и какая-то идет вот тропность полиорганная. И везде идет нивелировка патологических процессов. Получаются показатели, обменные процессы, и со стороны головного мозга, и со стороны сердца, со стороны почек, сосудов, и пришли к выводу, что значит, надо назначать вот такой вот органопротективный, ну, может быть, 4-5 больных. Там же стоимость несколько, да, великовато, и препаратов достаточно много. Уже отчаяние, когда совсем фракция выброса низкая, и когда стоит, вот за 100 раз все, можно вот, может быть, таким и дать пациентам. А так, в принципе, можно разогнать и подобрать всю терапию коротко, вот постепенно. Иногда это терпение надо иметь большое, вести таких больных. То есть, да, с учетом, да, всех показателей. Одинаковый схем для каждого больного нет. Это перечисляет, что мы препараты. Порой мы не можем все дождать вместе. Но самое главное то, что вот и лежат в основе у нас бета-блокаторы, ангибидропеев, сортаны. Даже я орни мало назначаю, опять-таки, из-за стоимости. Потому что это пациенты вообще в основном пенсионного возраста, и все не могут даже юперию купить. Но, тем не менее, надо прислушиваться. Если надо, здоровье, как говорится, оно бесценно. Поэтому надо сказать, из-за точки зрения. Так что, может, и спасет Ваше даже контраст-индуцированное... Спасибо, спасибо. А вы меняете? Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.